Я работал на месторождении нефти и газа в Монстовской области, был инженером безопасности и охраны труда. В 2021 году я, будучи беременной, была в тревоге, в сомнениях, искала свое предназначение. Живя на вахте 20-30 лет, ты уже не имеешь влияния на воспитание своих детей. С этим всем я уже начал ходить в зону комфорта и принимать такую жизнь, какая она есть. Вале так жить не надо, так жить нельзя. Необходимо было что-то менять. Я спросила у мужа, насколько он счастлив, действительно ли он счастлив, есть ли у него внутреннее счастье, так как я этого не испытывала. Меня зовут Валихан. Я из города Актау. Мне 30 лет. Отец двух прекрасных дочерей. По образованию я инженер-механик. Добрый день. Меня зовут Маляка. Мне 29 лет. В 2021 году я, будучи беременной, была в тревоге, в сомнениях, искала свое предназначение. Я зарегистрировался на новогоднюю медитацию. Это была моя первая совместная медитация с Махпау. По новогодней медитации уже было ясно, что да, я хочу на этот проект. Были ощущения, полученные ощущения тоже были неописуемы. Это было спокойствие и чувство того, что всего можно достигнуть. Когда я отправила запрос во Вселенную, перед тем, как я увидела эфир с Махпал впервые, мой запрос заключался в том, что я хочу найти свое предназначение, дело души. И так случилось то, что каждый год это все начало исполняться. Наступил январь. В то время январьские события для нашей страны стали шокирующими. Мы очень сильно были расстроены. Постоянно следили за новостями. И в один вечер беременной моя сестра, которая решила вдруг остаться ночевать со мной рядом. И так случилось, что в этот вечер к 12 часам у меня начались сильные боли в животе. Я подумала, что я что-то не то съела. 16 января ночью в город нельзя было выезжать. Комендантский час. Скорая помощь приехала. Оказалось, что это были две молодые медсестры. И они мне сказали, что нужно будет на носилках спустить мою супругу. На руки одному нельзя будет брать. Думала, сейчас все пройдет. Но боли становились все сильнее и сильнее. Я уже переставала соображать. Я побежал по соседям. Это было 4 часа ночи. Соседи никто, дверь не открывали. Позвонил брату. Он тоже трубку не поднял. Через 5 минут буквально он перезвонил. Я ему говорю, хорошие новости. Свинше, ага. Ты в очередной раз дядя. И он мне говорит, в какой родном ехать? Я говорю, в родной дом надо ехать. Пятый элемент. После прохождения Пятый элемент я принял для себя много нового, много полезного. Многие темы были для меня знакомы, но МакПал их раскрыло для меня. Первым, это было для меня самое важное, это питание. Насколько важно питание для человека. Второе, мысли. Насколько важны наши мысли. Наши отношения вышли на какой-то новый уровень. Мы уже молча друг друга понимаем. Наши интересы сходятся. Делали вместе йогу. Поддерживали друг друга. Хорошая атмосфера дома. Больше не было претензий, руганий, как раньше, обид. Я уже начала находить компромисс к нему. Этот курс сейчас преподнес мне то, что я начал осознавать ценность семьи, осознавать то, насколько важна роль отца в семье. Ровно через год, как я узнала про МакПал, я выиграла грант. Обучилась дизайну интерфейса. И я сейчас, на данный момент, обучаюсь анимации. Хочу создавать мультики. Целью является стать высококвалифицированным специалистом в сфере IT, а именно в информационной безопасности, кибербезопасности. Вместе с этим, совместно с этим хочется увидеть мир, познать мир, познать разные культуры. Я от всей души советую этот курс. Он вам обязательно поможет. И физически вы будете себя чувствовать хорошо, и ментально освободитесь от тревог. И вообще, находясь в коле МакПал, уже будто случаются какие-то чудеса. Которые ищут себя в этом мире. Конечно, те люди, которые столкнулись с тяжелыми болезнями, они обязаны проходить этот курс. Ведь этот курс учит бороться. Бороться за свое здоровье, бороться за свое счастье. Желаю своим детям чувствовать, и своей жене, чувствовать радость в каждом моменте. Быть благодарным за каждую секунду, прожитую на этой планете. Редактор субтитров А.Семкин